МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем, ладно бы они просто врали, но там же еще и цинизм за гранью добра и зла. И чтобы все понимали, о чем речь, мы начнем с истории, которая на этой неделе заняла пятое место рейтинга. Ситуация, по сути дела, критическая. Нам можно начинать даже, собственно, зимой не окучивать и не бить по энергетическим мощностям Украины. Они сами будут рушиться, и впереди в Украине начинаются очень тяжелые, еще более тяжелые времена. Всем ясно, оказывается, украинская энергосистема в этом году развалится сама. А у украинцев, цитата, нет даже надежд на центральное отопление. Простые люди тем временем запасают дрова. Надежды на центральное отопление нет. Ну да, настолько нет надежд, что с середины октября отопление уже дали. А насчет того, что энергосистема якобы сама развалится, то ну что это за детские отмазки? А не вы ли, ребятки, весь прошлый год радовались ударом по энергосистеме? А если у кого-то подзабылось что-то, то мы не поленимся напомнить. Вот вчера ночью, когда полетела по инфраструктуре. А как не надо? И не долетела еще. Надеюсь, что и сегодня полетела. Как же бедные украинцы теперь будут жить? Да нам наплевать, как они будут жить, по большому счету. И нам не надо на это заморачиваться, нам не надо идти к победе. Так что приветствуем русофобские. Киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта. Михеев тогда на всю Россию кричал, что задача подобного терроризма вызвать поток беженцев в Европу. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. Удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. Более того, ровно то же самое они продолжают делать и сейчас. Кто там по Кураховской ТЭС неделю назад бил? Сегодня ночью многочисленными ударами была поражена территория Кураховской ТЭС и промышленная зона вокруг. И какими же нужно быть упырями, чтобы после всего этого делать невинные мордашки, мол, это не мы, это оно само. Ну-ну. Да и вообще проблема в том, что Зеленский мира не хочет. Но хочу отметить, что на фоне этого всего нет желания украинской власти выходить из военного кризиса, из военного состояния и положения. Они не будут жить и способны жить вне рамок войны. Ну а здесь кое-кому хорошо бы понять простые вещи. Именно после обстрелов ТЭС, переговоров с Россией, перестали хотеть даже недавно лояльные к путинскому рейху украинцы. Ведь когда воюют не с армией, а пытаются заморозить стариков и детей... Они будут сидеть и без газа, и без света, и без сего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Это очень эффективная прививка и против русского мира в целом и против пропаганды в частности. Ведь холода пройдут, а ярлык страны-террориста никуда не денется. Ну а мы тем временем переходим к четвертому месту рейтинга и к очередным попыткам фойкометов сорвать поставки оружия для Украины. Он уже даже пропагандист Мардан договорился до того, что, мол, конфликт Израиля и Хамаса России сам Бог послал. Не знаю, на самом деле, там Господь Бог в очередной раз помог России вот с этим кризисом, либо, в общем, специально обученные люди тоже приложили какие-то усилия. Не имеет никакого значения. Но тем не менее, там уже четвертая неделя, значит, тотальных каких-то бомбежек. Ну а простым языком это означает, что Кремлю выгодно танцевать на чужом горе и проводить целый ряд информационных кампаний. Например, о нецелевом использовании украинской армии натовского оружия. Вот сейчас говорят, этот самый, оружие появляется там на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется. Продают, потому что... И талибам продают, а оттуда идёт куда угодно и дальше. Якобы это самое оружие почему-то через Мукачева... Слушайте, какой ад творится в Израиле. Слушайте, а почему ему там не творится? Ну для этого были созданы все условия. И даже когда созданы все условия, тут барабанная дробь, и на сцену выползает хутор. Смотрим, по словам, палестинским боевикам со складов Мукачева. Продавали непосредственно Хамас. А боевики этим оружием, чтобы вы понимали, уничтожили элитный американский спецназ. Отправленный на помощь израильтянам хвалённый спецназ США разгромлен в секторе газа. И подобные вбросы делаются не просто так, а накануне предвыборной кампании в США, где некоторые кандидаты не стесняются открыто продвигать пророссийские нарративы. Вашингтон должен признать новые российские регионы, а также не принимать Украину в состав НАТО. Об этом заявил кандидат на выдвижение в президенты США Но здесь нужно отметить, что вбросы россиян разоблачаются достаточно просто. Дело в том, что Госдеп даже создал целую специальную комиссию, чтобы проконтролировать дальнейшую судьбу оружия, которое поставлялось Украине. И вау, никаких фактов перепродажи или нецелевого использования выявлено не было. Я могу сказать, что ни одна единица техники не была использована не по назначению. Ни одна единица гуманитарной помощи, какой-либо другой прямой бюджетной поддержки или иных видов помощи. Более того, несложно догадаться, откуда у пропагандистов образцы американского оружия для съемок фейков. Кто забыл, армия Афганистана за один день сдала талибам огромное количество американского оружия. Оружие на миллиарды долларов. США оставили талибану оружие на 7,2 миллиарда долларов. Но к талибам вопросов нет, а к украинцам есть. То есть не единоверцы Хамас продали, а украинцы, которым это оружие жизненно необходимо. Логично? Не очень. И так бывает только в одном случае, когда есть больные фантазии, а с аргументами у пропагандистов все плохо. Хочется в это верить, но такая чушь, просто бред сивой кобылой. Ну а мы, друзья, подошли к третьему месту в рейтинге российских фейков недели. В общем, запоребриковые гении после эпичного похода на Москву Чавака Вагнера мечтают провернуть нечто такое же, но уже в Украине. Так что бунт в армии был. Сейчас вот беглый бывший доктор науки во вкратце все эти хотелки перескажет. Мы в шаге уже сегодня от того, чтобы украинские войска в ИСУ развернулись и пошли на Киев. Конечно, вы думаете, можно бесконечно людей трахать и уничтожать? Нет. Но хотеть, как известно, не вредно. Однако кураторы в Кремле от своих ручных хомячков результата требуют. Вот и пришлось пропагандистам импровизировать. Тыкс, чем бы таким волнение в Украине спровоцировать? И решили убогие застряпать фейковое видео с залужными. У меня есть точная информация, что вчера Зеленский ликвидировал моего помощника. Он собирается ликвидировать меня так же, а потом сдать страну. Мы когда увидели легендарного генерала в Бушлате с текстами полными зрады... Зеленский – это враг нашей страны. Через него мы полностью провалили контрнаступ, втративши півмиллиона кращих сынов нации. Закликаю негайно всех украинцев выйти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командовачів. То очень долго сміялись. СМЕХ 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 Более того, ровно такой же фокус они уже проворачивали в своє время, только тогда вместо Залужного Зеленский был. Я приймаю ще одне складне рішення попрощатися з вами і раджу скласти зброю і повернутися до своєї СМЕХ Возможно, росіяни думають, що українці настолько глупі і о дипфейках ніколи не слішали. Як виєте, мушкетері полні раскаєння. Раскаєння. А не просить Ваше Величество простити їх. Ну що ж, сматріте, вон які сенсации вже Путин говорив. Дорогі соотечественники, ітак, ми дістигли міра з Україною. С Україною в її всімірно признанних границах за Донецькій і Луганській областями. Ми договорили, що совместно создадим большой фонд при участиї ЕС і США на восстановлені інфраструктури в цих украинських регіонах. То єсть, зробити так, щоб голосом некоєго известного чоловіка прозвучав нужний текст сейчас вообще не проблема. Григорьович, без паніки. Я приготовлю драйки. Пані парят, здоров'я дарит. Я свободен от делов. Приготовь татарський плов. Вообще, дороги надо чистить каждый день, а не только, когда я приезжаю. А по тому мы очень рекомендуем внимательно относиться к заявлениям публичных людей. И сначала проверять, было ли такое интервью или видеообращение на самом деле. А уже потом давать волю эмоциям, ведь именно ради ваших эмоций и работают российские пропагандисты. Ну а мы идем дальше и на втором месте в рейтинге российских фейков недели никто попал, а позывной Большой любитель сидеть в бункере, целовать мальчиков в животике, ну и, конечно же, нести псевдоисторическую дичь. Давай уже, Путин, показывай, откуда на Крым готовилось нападение. У нас другого выбора не было. На нас уже напали. Наша историческая территория в 2014 году сначала в Крым попытались напасть, а потом на Донбасс. Ну, надо было положить этому конец. Чё-то как-то слабовато. Попросил бы уже Пескова карту, что ли, нарисовать. А некий Александр из Минска мог бы по четырем точкам проконсультировать. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Четыре позиции я сейчас покажу, карту привёз. Но даже и без визуальных эффектов нельзя было не поразиться цинизму президента России. Украина на Крым и на Донбасс напал? Серьёзно! Как-то вот раньше не нападало, а тут неожиданно сорвало. Может, дело в том, что зелёные человечки целые города захватили, а? Никто же не забыл признание Гиркина, что это именно он нажал спусковой крючок войны. Спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожжённых, арестовывали. На этом бы и кончилось. Это мои слова. Я их сказал про Ханова ещё в 2014 году, да? Напомни, что делали в России, когда чеченские боевики захватили Будённовск. Верно. Ровно то же самое. То есть, проводили военную операцию. Банда Басаева взяла штурмом город Будённовск и захватила больницу. А тем временем в Москве спецподразделение антитеррора «Альфа» объявили боевой сбор. Спустя несколько часов альфовцы прибыли на место. На рассвете 17 июня начался штурм. Он продолжался несколько часов. Государство пойдёт на всё, чтобы уничтожить банду. Это надо понимать просто. А чем же захват международного аэропорта в Донецке отличается? Аэропорт был окружён, здание терминала перешло под контроль ополченцев, а пассажиров и сотрудников эвакуировали. В Киеве уже назвали происходящее новым этапом антитеррористической операции. Но ополченцы считают, что идёт самая настоящая зачистка. То есть, чистой воды терроризм с риском для граждан других стран. Что бы делал Путин, если бы условный правый сектор захватил аэропорт Ростова? Разумеется, проводил бы штурм. Беслан, Норд-Ос, тому очевидные примеры. Боевики проникли в школу номер один Беслана и захватили в заложники учителей, учеников и их близких. На третий день федеральные силы начали штурм здания. В результате теракта погибло 334 человека. 23 октября 2002 года террористы ворвались в театральный центр на Дубровке в Москве, где шёл мюзикл Норд-Ос. Они взяли в заложники более 900 человек. 26 октября власти прервали переговоры и отдали приказ штурмовать театр. И все действия украинских силовиков 26 мая 2014 года были более чем оправданы. Самой горячей точкой противостояния стал международный аэропорт Донецка, находящийся под контролем ополченцев. Днём удары по их позиции нанесла авиация. Это настоящие боевые действия в столице Донбасса. Аэропорт Донецка сегодня подвергся массированному обстрелу. Поэтому Путин, конечно, может пробовать переписать историю. Сначала в Крым попытались напасть, а потом на Донбасс. Но надо было положить этому конец. Но с учётом фактов и признаний самих же россиян у него это вряд ли получится. Да и темника гражданской войне, продвигаемой Кремлём уже много лет. По сути, там идёт гражданская война. И на Украине, по-моему, уже многие это прекрасно понимают. Мы не сторона конфликта. На Украине идёт полномасштабная гражданская война. Точка. После начала так называемое СВО помножился на ноль. И некрологами российских солдат, погибших в 2014 и 2015 годах. И откровениями звёзд русской весны об участии их там нет в боевых действиях. Россия нас, по сути, спасла. Если бы не Россия, то персонально я либо гнил бы уже в могиле, либо в украинской тюрьме. Она может назначить нам премьера, вице-премьеров, чтобы контролировать свои деньги. Она много чего может, потому что спасла, когда ещё пару недель и нам была бы крышка. С середины мая на полигонах Ростова готовили вот эти вот 6-8 батальонно-такнических групп, одну из которых возглавлял Уткин. То есть благодаря вот этим вот силам, которые зашли, вот, вытащили всю ситуацию. У нас же всё сыпалось, мы теряли по несколько городов в день. Там была идея оставить Донецк. Штаб Стрелкова уже в Снежное переехал. Ну а в целом, конечно, не нужно ждать многого от страны, где даже президент не гнушается разносить фейки, а публика попроще смотрит и думает, ну а мы чем хуже? Прости, господи, не ведают, что творят. В результате в эфире появляются настолько безумные фейки, что диву даёшься. И именно один из таких и занял позорное первое место в рейтинге российских фейков недели. В общем, дело было так. В оккупированном Донецке случился прилёт. И, конечно же, российские пропагандисты в истерике обвинили украинскую армию в фашизме. Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность. Боевики атаковали мирный Донецк. Несколько украинских ракет прилетело прямо в центры Донецка. Одна из этих ракет попала в это здание. Здесь, в густонаселённой части города, нет и не может быть ни одного военного объекта. Украинские снаряды западного производства были нацелены исключительно на мирных жителей. Мол, в центре города никаких военных объектов нет, а ВСУ якобы попали в социальное учреждение. Большое количество жертв объясняется прямым попаданием реактивных снарядов по объекту социальной инфраструктуры, управления труда и соцзащиты населения. Под ударом управления социальной политики это абсолютно гражданская инфраструктура. Никаких военных объектов в радиусе нескольких десятков километров здесь нет. Отчего российский МИД даже созвал экстренное заседание Совбеза ООН. Срочное заседание Совбеза ООН было посвящено массированному обстрелу, которому Донецк подвергся во вторник. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Но российский цинизм это тема отдельного разговора. Мы сейчас с вами с прилетом детально разберемся. И первое, что бросилось в глаза это эвакуация раненых, показанная одним из российских журналистов. Посмотрите картинку внимательно. Давай, давай в машину его! Скорая, скорая. То есть группа военных грузит в скорую человека в камуфляже. И, извините, а это точно работники отделения соцтруда? Абсолютно гражданская инфраструктура. Но тайное становится явным, если присмотреться к деталям. Смотрите, какая чудесная табличка попала в кадр. Видать, забыли. Замылить? Убойный аргумент. Очевидно, что ни о каком социальном объекте не может быть и речи. При учебном центре БПЛА в Донецке открыли памятную доску герою России Владимиру Жоге. Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоге. Город Донецк, улица Челюскинцев, дом 49. Более того, о республиканском центре БПЛА российские же каналы снимали десятки сюжетов и хвалились тысячами подготовленных бойцов. Глава ДНР Денис Пуширин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоге. Республиканский центр беспилотных систем имени героя России Владимира Жоге продолжает тренировать военнослужащих в различных направлениях. Операторы дронов, подготовка пулеметчиков, саперов и не только. Несколько тысяч бойцов уже прошли обучение и применяют опыт на передовой. Ну же, Лавров, не Бензя, не хотите вот такой контент на совбезе ООН прокрутить? Но уверены в Кремле сделают вид, что ничего не знают о центре БПЛА имени Жоги. Ведь тогда не получится ненависть разжигать до врагов демонизировать. А еще не получится врать прямо с трибуны ООН. И для путинской России это большая проблема, ведь именно на лжи и держится весь русский мир бессмысленный и беспощадный. Редактор субтитров А.Семкин